Казань О доброте местных людей они были наслышаны от знакомых Уже на Казанском вокзале семья поняла, что здесь не пропадет Случайные встречные помогли найти им жилье, а потом принесли и вещи Носки маме и сыну, подушки, одеяло, постель У нас у всех уже есть по два набора постельного белья Принесли кто что мог, яйца домашние, тушенку, помогают кто чем может Маме Валентины Анне Яковлевой 77 лет О том, что на родине война, ей старались не говорить до последнего Но после взрыва в Славянске она все поняла сама и совсем перестала говорить Когда идешь с работы, бежишь пять дней, на тобой так снорадик летит И ночью, когда окна открываешь, чтобы стекла не вылетали Открываешь, чтобы вибрации вот этой не было И, извините, сожигаешь свечи и молишься Валентина Фокина сейчас добивается хоть какой-то помощи от властей В миграционной службе Татарстана ей заявили, что официального статуса беженцев им дать не могут Соответствующего закона у нас пока нет У нас там такое творится, поэтому хотелось бы на законных основаниях просто работать и жить в Казани Работать я могу, хочу, у меня две профессии Я педагог Сыну Валентины Артему Фокину оставалось учиться в университете Луганска всего один год События в Славянске подорвали все его планы на будущее Но он все равно верит, что все еще можно вернуть Конечно, исключаю и по друзьям, и по родному городу И здесь хорошо, но там тоже все родное Сегодня на протяжении дня мы пытались выяснить, кто из органов власти занимается проблемами беженцев из Украины Оказалось, что реальную помощь этим людям пока могут оказать только простые казанцы Которые создали свое волонтерское движение Звонить нужно по телефону 8-967-369-8070 Айгуль Язамудинова, Алсу Касимовы, Альфред Камеревский, Эфир 24